Моя бабушка рад, как она стала, все ухахатывались, все на животы держались, все с первого раза поняли. А вот у нас Мариночка, это Марина, ужин, полюбуйтесь. Мариночка, ты не объешься, я переживаю из-за тебя. У нас уже довезли к тете Инне, сейчас быстро будем заходить. Открывать, идем. Схема очень сложная вначале, на коврик, а ботиночки на газетку, все не просто так. Тетина, как всегда, стол накрыла, вкусненько пахнет, любимая Маринина рыбка. Кушаешь так же, да? Кушаешь белок, ну, щешь, белок ешь. Ну, все, приготов, знаете, башка правильная, а то, может, сейчас тебе изменилось. Вы есть не ели, а то башка есть хочет. Ну как? Нет, они, они, да, сейчас, конечно. Я почему-то правду, я почему-то правду говорит. Смотрите, я хорошо спела к вашему депутату, сколько не все. Так, теперь давайте обниматься. Так, давай. Солосиний, он такой, сегодня мои такие невесты большие, красавицы. Марина, еще немножко. Марина, скажи, бабушка, переводим тоже, башку будет гнуцами, а ты будешь верить. Так это как в мое детство, все ли по бабушке меня делала. Давай, с тобой. Солосиний. Так, сейчас, Лили, Марин, принеси, там стульчик стоит, увидишь, пустое, между диванами. Я там смотрю фильм свой этот интересный. Вам тапки не нужны, не завезут ноги? Не, не замерзнут они, все-либо секунд попкидки ходят. А это я сижу в балетке. А после, я тут Марина сняла, поменялись? Поменялись, да? Марина там будет, а я сметану ей поставила. Ладно, неважно переставим. И он яичко, я говорю. Марин, а ты сейчас маме поставь туда, а я в балетке. Так, это самое. Марина, мы сейчас рядом там сидели, по-моему, да ты? Так, сметану, видишь сметану? Ты видишь, бабушки, приготовила? Мам, что все старалась. Нормально будет рыбку кушать, салатико, Марина, сметану. А ты рыбу кушаешь или нет? Так, на сметану ешь, всю банку съешь. Вот тебе два яйца съешь что-то, да? А что ты вытащила? Откуда ты знаешь, что она не ест? Ну, они же выжили меня, просто раз были. А ты что, ты запомнил с того раза? А что ж я совсем? Что ж я совсем кукула? Марина, что даже я еще приготовила. Пока я еще сображаю, я еще мать ей подстраховалась. Я, по-моему, белок, она говорит. А мать уже забыла и говорит. Да, у нее стол был на вагоне, не смотри, там желтки были. Вон желточки я была положила, цветную кокоску. Так, это я у тебя оставлю, будешь отсюда брать. Ему сметану. Сама оттруешь сметану? Можешь отказать? Ты сюда садишься? Садись, куда хотите. Вон булочка. Бери. Так. У Марина любимые, да, яички и сметанка. Ну я уже приготовила, что ж она. Мы будем все есть есть, она помидоры еще нет. Марина, ты как будто из деревни приехала. Еще помидоры с Москвы. Так что там все время курочки, яички несут. Сметанка у них своя. Между прочим, она была передать. И сказали, знаешь что ли? Ты эту можешь штучку-то отторвать. Только ее и этом оближи. То есть не оближи. Подожди, не открывай, подожди. Смотри, вот ложечку оближи, оближи ложечку. Взяла ложку. Пусть она ест, как она хочет. Ложка возьми, а ложечка пустая уже. Вот с этой сними. Она не так не любит. Тетя, оставь покое. Не любит она так. Пусть она есть, как ей удобно. Тетя, ты меня слышишь? Не ковыряйся у нее в тарелке. А то бы сейчас вся в сметане. Если хотела сделать, как лучше. Не спачкайся, а крышка. Она будет походить в торчковый. Так я крышку хотела, я оторваю вообще. Пусть она сама, а не Марин. Не спачкается, руки помоет. Ты не завариваешь, что ты завариваешь? Ложкой сними с нее. Ладно, ты тебя все не обращали в нее в него. Ложкой сними с нее. Ну, у тебя облизывай, если хочешь. Она чистая, внутри была. Нет, выбрось она хочет. Достань, выбрось, Марин. Тогда складывай, когда подаешь кусочки. Сложи его вдвое, что пойдет в сметану по всей тамуне. Там кулек увидишь. Да, вот так сложи вдвое, еще вдвое, четверо. Самая жирная, всегда самая жирная. Я знаю уже, сама когда покупаю себе вот эту. Тетя, оставь в покое, пожалуйста, ее сметану. Размешивай, потому что она там на дне устая, а сверху по краям тоже. Тетя, все, давай. Так, а что ничего не наложили? А мы давай вначале это, а потом, да, потом мы. Давай за что будем? За приезд. За приезд. С Новым годом, да? Да, давайте. С Новым годом. У нас тоже свое, эта сливяночка. Сливянка стоит уже три года. Что, кислая? Нормально, ну, закисло. Нормально. Потому что были, когда год назад, не уходишь, одним кисло, другим сладко. Ты раз сказала, ой, сладко. Но я попробовала, кисловата, добавила сахар. Ничего, сахар просто размешала и все. Ой, сладко, не буду пить. Пришлось из-за вот такой капельки, потом два гладко выпила, бутылку открывать. Потом бутылка стояла на месяца два. Кто ее будет пить-то? Водку поставила тоже. Кто-то два гладко выпила. Что за народ такой? Ну, или пей, или не пей. Я вам-то так не могу. У меня все равно, вот, мне молили. Кисло, сладко. Я никогда вот властяк или у кого-то, я никогда не возникаю. Все, приятного нам аппетита. Что, давай. Ты меня Ника зовешь. А, фотография какой-то Тины. Ты узнала, как фотографии? Господи, Ника, тетя, такие стеки-то. Что-то ты хомятишь. Худенькая я, сейчас вот какая худенькая была. Ты видишь? Без всякого фотошопа эти фотографии раньше делались. Нафотографируешь, ты не можешь ни одной фотки посмотреть, что у тебя получилось. Потом неизвестно, что выйдет. У меня? У меня всегда у меня красные глаза. Сказала, все фотки. Да, она тоже. От вспышки вот эта, которая фотик мигает. А сейчас нету, да, даже на современных фотографиях, ой, в фотоаппаратах. Букеты, да, они делают букеты. Ника, ты знала? Знаю. Бабушка Лида. Да? Да, она в молодости. Да, вообще не помню, как она. Вот пирожок ты тебе все, тетина рассказывала. Марина, тебе пирожок ела специально. Говорит, Марина такой любит. Просто там бисквит и сверху варенье свое. Пятиминутка похоже. На улице рано темнеет, уже вижу так. Четыре часа. Как будто пасмурно, на самом деле уже к вечеру дело идет. У нас ужин плавно перетекает в чай пяти. А ты пирожок специально, Марина, тебе приготовили. Может, бы не понравится. Не знаю. Как постаралась. Тетя, на них дерутся, представляешь? До сих пор. Ну, как говорят, милые выбранятся, столько тешутся. Не зря послойцы. Решила. Так классно. Тетя, расскажи, а вы дрались с мамой в детстве? Я лупила ее. Ну, потому что, нет, ну это, старший всегда младший лупит. Это закон природы. Потому что, когда рожается ребенок, и такой большой рожается, как у нас с вашей бабушкой Ларисой, 10 лет. Мне 10, а она только родилась. Мне 15, а я только 5 лет. Ну, у кого сила-то больше? Конечно, лупила. Пока ни соседка не сказала. Инка, ты чего Лариску лови? Я мать и с отцом все расскажу. И сколько вы дрались, до какого возраста? Помню я. Мы до сих пор делимся. Это было 59 лет назад. У вас, конечно же, не помню, что вчера было. А у бабушки, спрашиваю, у тетины, что было 59 лет назад. У вас же как память особенная, коммунистическая. Какая нежная, мама, коммунистическая. А у вас какая? А у вас никакую память. А у вас никакую память. А ты какую красивую пирожу. Мама, меня без обыкновенная. Какой красивый. У меня никаких этих самых нет. Как сейчас молодые делают, там всякие. У него делать нечего. У него даже внешность такая нежная. А у меня сил нет всяких дел, чиндалы. Что я не знаю, что они не знают. А они все прекрасно знают, что у них в Ленинраде было. Скорая история будет проходить. Великая Отечественная война, 41-45 год. А вы, дети послевоенные, да, в вашем Питере, будем сейчас выделить, Ленинрад назывался. В честь Ленина. Ленин, который революции назвал, вы знаете его, Ленина? Да, вот. Ленинрад назывался. Сейчас переименовали. Не долго он Ленинрадом назывался. Не такой он. Передавали не так, да. Давали там 120 грамм, по-моему, хлеба. Кто отработал, который, нет, все осталось. Там стояли, потом дежурили. Снимали, когда водил немец, снимали с этих. С крыш дежурили отряды добровольцев. Там их что-то выделяли, ну, какую-то. Ну, а, Антон, снимаю. А сейчас заелись. Это хочу, это не хочу. Ну, Стас все едет подряд. Ну, все едет. Там не разгуляется. Там Илья как супнет кулаком. Сидит. А я у меня тоже, у меня тоже очень в этом строго. А я нашла его слабое место. Я говорю, а если не будешь кашу, все, в футбол играть не буду. А в футбол лучше любить играть на жимачах. Все же не буду. Не подходи даже, бабушку не упрашивай. Я вот так лягу на диван и буду смотреть телевизор. Что, что хочу, какие-то свои сериалы. Вот тогда я сам с собой играю в футбол. Что я езжу? Каждый скалок и футбол сразу езжу. Ну, когда я езжу, где-то бывает, закопить еще не. Я только такси нашла вообще. Ну, что делать? Как-то надо с ним найти. А, я знаю, это не узнать. Ну, давай, я напомню. Летят две ракеты. Тогда все, Игорь меня, вот сама. Так, это я улучшила, еще мне рассказали, я рассказываю. Миша, пока не поменял. Летят две ракеты. Вот, значит, одна из России, другая из Америки. Ну, летает уже, полпыти, одна, вторая прилетела, посередине встречаются. Это наша. Привет, привет. Ну, что, завтречу? По стаканчику дернем? Американского. Ну, давай, по стаканчику. Ну, значит, она старик говорит, слушай, американского. Ты знаешь, ведь если я к вам прилечу, шарахнет, мало не покажется. Она же говорит, ну, если я к вам долечу до Америки, так шарахнет, что у вас вообще не будет Америки. Вот. Надо же, американского, надо же. Слушай, а ведь мы с тобой погибем, погибнем. Она как-то, ну, конечно, раз мы туда приедем, туда ко мне что-то, да и поймешь, я поймю. Слушай, давай выпьем за упокой душ нашу. По стаканчику. Ну, еще по стаканчику. Значит, выпили. Давай на пассажок. Раз мы что, уже заезжаемся на пассажок. Ну, выпили по третьему стаканчику. На пассажок. Потом американская, значит, ну, что, американская стоит. И наша стоит такая, наша, бодренькая, хорошая. Американская стоит, ее качает, качает. Она говорит, ой, ты знаешь, что-то мне нехорошо, тошнит, качает меня. Она же говорит, российская. Слушай, давайте до дома провожу. Классно? Ну, я поняла, да. То есть, они вдвоем туда полетят. Ну, да. Понимаешь, на Америке? Их она будет в Америке. Да, и точно, Россия уцелет. Ну, ты поняла, Марин, господи. В смысле? Ну, что, я что-то не поняла? Никем еще такое лицо. Вероника, а ты поняла? Ой, бабушка, как бы на стол все ухахатывались. Все за животы держались. Все с первого раза поняли. Вам что-то по телефону рассказывала. Ну-то не помню. Там, слышу, кто-то ржачка была по телефону. Ай, время ходит. Ты что, всю ночь учила? Чего я всю ночь учила? Ермич, папа, память есть? Совсем ку-ку, что ли? Что мне, сто лет, сто или восемь есть? Папа, память есть. Кто узнает о том? Надо все устраивать. Ой, отойди кипяток, лей. Ты в чашку, не лезь со своим грязным этим аппаратом. Иди отсюда, с аппаратом своим. Прям в чашку лезет. Значит, надо в чашку лезть. Берете эту самую. Ну ладно, я. Там чашки. Я забыла, что у вас здесь чашки были. Обязательно человек выпить. У нас есть некоторые вилки. Не хочешь вилки? Да, не хотят. А, да я всегда, ну да, я тоже вилки ем. Сахар? Сахар хотят. Сахар надо? Кому сахар надо? Вероники. А? Наверное, обоим. Пока Вероника просит. А что, любите сладкие? Да, я возьму пирожочек. А что, не буду врезать? Пойдем. Ли, на. Держи. А я уже так, я уже забыла про вилочку. Извините, не культурная началась. А я не дай эту вилочку. Вилочкой, вилочкой. А это че там овил? Убирайте. Майк, смотри, чтобы я не стукнула. Че вы дали не едите? А мелко не хотите разрежьте? У меня есть, че Тин. Так, кому понравился первый, но вы там еще, по-моему, не затрежем. Смотри. Кошмар. Вот это губ, блин. Сколько я им шел? Пять часов? Че-то мне тут не стоит. Че? Ну, как где-то не едите? А ты не будешь с нами пить че? Не пить че, на елся. Потому что. Пусть я пойдет, я приду. Я не сомневаюсь. Ну, как пирожок? Она забыла. Ой, извини. Прям пить. Ну, потому что я сладко. А, сахар, наверное, надо. Извините. Я сахар за голову. Так, давайте. Мне там, может, не знаю, есть кассеты. Давайте, кому сколько накалывать? Только размешивайте. Сколько надо ложек? Четыре. Пять. Шесть. Да за что, какие пять? Да сейчас на трех ложек у вас там все посклеится. Вот, вам две. Он клубит, но этот хороший сахар. Так мешай, мешай. А потом я че буду. Да нет, кружи. Это ложь. Тебе тоже дать? Не, не надо. Я без чая. Ой, без чая. Давай три. На, три. Только мешай хорошо. А размешь. Нет у них ложек мешать. Ну, какая-то что, не ложка? Это грязная. Какая грязная? Обрежет языком туда. Мне больше нет ложек, как хотите. Торжешь. Иди к сеткультуру. Ложка, я же не на полу валялась ложка, а это самое. Я вам насыпаю из сахарницы, а тут с вами же. О, Вероника-то. Размешивай. Маме, ну, вот ничего не размешивай. Тоже немножечко облежи. Будешь венечку помифай. Покажи, тетя, началась. Это во время войны. Во время войны. Вот тот, покажи дом. Вначале вот этот она. В трофе, а потом тот. Это старый. Я тут родилась в этом доме. А это потом на этом месте, вот это постолье. Где ты родилась? Тебе пять месяцев было. Я, конечно же, не помню. Вот тетя Тамара, дядя Вова, помнишь? И тут папа наш. Бабушка Сима. Я маленькая сижу. Вот наша мама. Такая что-то там процветная. А это наша, это самое, бабушка, мама наша с двоюродной сестрой. А это папа. Папа погиб он. Кстати, в ленрадском направлении был забран в связь с физистом. Так я не вернулся с фронта. Так вам, когда ленрад был туда, в том направлении. А вот моя наша бабушка с бабушкой Лидой. А это бабушка Сима, это наша бабушка. Моя бабушка. И твоей бабушке Лариса. Бабушка Серафим ее звали. А это Лида. А это же, получается, ваша прабабушка. Прабабушка. Это прабабушка, а это еще пятое поколение. Видишь, какая красавица? Мама на нее похожа. И дедушка красивая у нас была. Вот дедушка была. Видишь, она уже красивая? Посмотри, какие наши клетки были твои. Прабабушка Лида. Вот это Серафима звали, а это Лида. Вот это Лида, который там вот в стеночке. Видно красивая. А вот эта девушка погибла. Видишь, вот эта девушка погибла? Вот это бабушка Лида. А это два сестра, двойная, а это девушка погибла. Вот и я родилась маленькая, смотрите, мне два годика было. Бабушка, мама меня держит, Лида. Вот, смотри, какая я маленькая, два месяца нету. Это меня крестили из храма. Мама меня держит, маменька. А вот мама с папой, это их свадебная фотография. Наша бабушка Лариса, может, не сестры, да? Знаешь, да? Смотри. И тут наши родители. Мама Лида и папа Анатолий. Он тоже воевал. Тоже воевал, соль, что-то вот. Все, да? Угу. Это бабушка Сема меня держит, маленькая я. Это мне тут лет пять, наверное. Вот наш кот, Мурзик. Персицкий. О, Персицкий. Слушай, любите животное? Вот это ужастик. Смотри, какой он. Который мне за ноги кусал. Маш подобрал на улицу умирающего. Прожил мне шесть лет. У него позвоночек был перебит. Бабушка выходила. Как фильм ужасов. Если черницу возила. Ужастик снимался. У нас шесть лет прожил. Умлекающие домашние животные. Да, его кто-то по позвоночкам в двух местах был перебит. Перебил позвоночник. Бабушка Лидова. Это наша Алиска кошка была. Вначале Алиска пришла. Мама вашу принесла. Маленькую. Вышла, Лариса? Лид. Я с улицы притащила. Вот такой, наверное, полтормиссы был. Может, два. Не помню. Да, а потом нам принесла. Начали спала со мной. Как раз вот эта бабушка Сим умерла. А потом все. И бабушка Лида очень переживала. И она у меня за котенка. Не затронуться стала. И она так с бабушкой Лидой спала. Ли. Али. Бабушка Лида спала. Долго жила у нас кошка. Долго-долго. Она ее лечила. Так, ну это ты знаешь. Ваша мама с Алиской и с Алиской. Просто лица одинаковые, да? Это да. Смотрите. Ваша мама с дядей Милой беспокойно. Почему лица одинаковые? Потому что бабушка там жила. Он видит, что у нас березовая роща была. Да, еще. Пусть Марина посмотришь. Березовая роща у нас там нахуй не была. Какое-то лицо одинаковое. А ты, наверное, не помнишь, где бабушка именно жила, да? На Фомина там. Не помнишь ту квартиру? Помни, да помни-то она. Ну вот там у нас обои другие были. Видишь, это березовая роща. А вот собака наша. За мной прибился. Я с работы шла. Томми его назвала. Значит, я его рыжим назвала. Он не стоит? Он приезжает. Тоже дома, 16 лет почти прожил. Он рыжий. Тут где-то еще было поближе он, да? Вы, наверное, когда приезжали, фотография. А, вот, вы с папой. Тут, наверное, мама нас фоткает. Вот она бабушка Лид уже. Ну, уже была, когда уже. Мы там жили уже старенький. Не такая молодая, а какой там красивый. А это уже вот. Тут ей было уже лет 80, наверное. Это так вот, да. Кого узнаешь, Марина, это фотография? А вот кот сидит. Это кот сидит в собаку. Вот, Томми. Мама назвала. Я его рыжим назвала. Он вырыжий, как лиса. А мама, да не рыжий, не калевый. Тетя, давай не за доми. Марин, кого узнаешь-то, Марина? Ты что, папа не узнаешь? Папа вот сидит рядом со мной, а мама нас фотографирует. Бабушка Лида, папа твой, я сижу, вот Томми сидит под столом. А тут, кстати, мама фотографирует нас. Вон, посмотри. Папа ваш со мной рядом сидит, вот наша бабушка Лида. Вот она. А вон Томми. Желова уточнился под столом. Видите? Ну, почему у тебя тут такое платье? Это пик мода, между прочим. Ты не смотришь, тебя не интересно, реально? Вот. Бабушка ваша с Ларисой с Томми тоже, вот она. Вон сидит. Идет, смотри. Томми, бабушка ваша с Ларисой. Так. Будешь снимать, нет? Да, я уже все, я уже сняла. А это ваш дяди Игорь играет. Он у меня учился на Иллочерии. Видишь, он здесь стоит? Только тут маленькая, он еще маленький. В первом классе, наверное, был. Он только первое место получил у меня. В двухконкурсах таких участвовал, международных. Ну, межрегиональных и областных. И дипломант там был везде, диплом получал. Так. Это ваша бабушка. Кто? Лариса. Лариса, ваша бабушка. Лариска, по-моему, после восьмого класса. А это бабушка Иина. 25 лет мне здесь. Не, после весятком классе, не помню. Так, это вы не знаете, это бабушка нашей. Мамины сестры, муж вот. Вот это вот и Тамара, это ее муж. В войну все прошел, танкист. Все, всю войну прошел. Ну, он кадровый офицер. Между прочим, ваш Ленинградский закончил танковое училище. И как только началась война, все прям, ну, прям со своей бригадой поедет. Так. Ну, вот, Лариса и Андрей. Что у нее знали? И только без зрения положили. У нее, знаете, что это хорошо. Вот Лариса и Андрей. Это уже к вами он служил. Подожди. Белый ли, по-моему, не помню. Что-то будет она. Они все вместе в институте учились в машиностроительном. Вот они. Вот видишь, мама и моя мама. Мама красивая. Похожи? А с бабушкой Лидой похожи они? А? Марин, как думаешь, похожи? Вероня, посмотри, бабушка Лида похожа. Да, вот еще красивая. Бабушка Лида похожа. И дедушка Ангарыш, видишь, какой строй, худенький. Ты тоже как сейчас напомни. Молодой, видишь, как красивая. И дедушка красивая. А, это смотри, Марин. И мама Лариса красивая. Марин, первая это бабушка Лариса, потом бабушка Лиза и бабушка Инна. Это мой второй, да. Так, ну это бабушка Аня, вы ее не знаете бабушка. Это наша бабушка Сима и сестра родная. Не когдаешь? А это у нас дедушка Женя. Да, дедушка Женя. Это вашей маме дедушка, а мой папа. Он на телевизии не работал. Лили, посмотри. Да, помню. На телевизии не работал, с ними. Расскажешь. Леша, скажи, мой папа Женя на телевизии не работал. Он отсюда ушел на пенсию. Пацаночек программ был. С артистами был знаком. С Олегом Табаковым у него интервью брал. То, что у нас садится, не дурак был. Нормальный. Войну тоже. Но войну пошла не с начала, а с 49-го года. На баяне хорошо играл. А это вот мы. Мы с мамой. А Лариса еще вот. У мамы в животике. Я была 7 месяцев. Это мы вот ездили как раз в несутки. Я болела. Я болела. Шелтуха, печень я болела. И мы ездили там в горячку. Это я понял, мы на телевидении ездили. Нас там снимали. Еще раз покажем. Какой-то юбилей был. Какой-то юбилей был. Я плохо видела. Сколько она с четверо на основе учились, да? И пьянистка. Концерт-местер. А вот это вот смотрите, сколько она. Раз, два, три, четыре. Называется квартет. А вот эта девочка. Ритя по-моему звали. А нет, тут еще пятая. Значит пятая. Больше нас здесь. Это вот стоит аппарат, который, ну вы понимаете, три дня, да? Которая, что-то было не так, честно, аппаратура. Та, два, три, четыре, пять. Может там пять или шесть было? А это вот наш концерт-местер, который я компонирую. Называется концерт-местер. Видишь, она за пять месяцев. Вот Ритя ее звали. Вот Ритя помню. А вот сколько у нас тут было, не помню. А это я в школе. Тоже какой-то конкурс был. Какой-то для Масеевича. Какой-то, вот сейчас скажу вам. Что тут написано? Шестьдесят шестой, да? Не, какой там вот, шестьдесят шестой, посмотрите? Да. Вот шестьдесят шестой. Это вот тоже бабушка. Меня сфоткали. Висела там где-то на доске, а потом я, ну, педагога отдал. На память. Это бабушка тут со своими братьями. Вот моя бабушка Маша Гидова, красавица наша. Вот. Это вот, значит, ее... Это мой крестный двоюродный брат. Это двоюродная сестра. Это ее муж. Вот. И еще вот два брата. У меня получается три брата, маме моей. Раз, два, три. Мой крестный. А это их жены. Вот этого моего крестного тети Тамара. Тетя Лёля и тетя Моршиня. Моршиня и дядя Ваня. Дядя Ваня был депутатом в Архангельской области, город Няндово. Там он... Ну как, он был в этом самом... И женя с дороги работал машинистом. Ну и там тогда как выдвигали же работающих. И вот он там был депутатом в Няндове. А это дядя Ваня. Они почти с мамой ровесники там. Они, по-моему, не знаю, уход или два рынка. Вот это ее тетя Лёля. А это тетя Нина, дядя Петяна. Это мамина сестра, дядя Петя, ее муж. Тоже войну все. Дядя Толя прошла войну. Только вот эти не воевали. Два они молодые были. А это я в гостях. В гостях вот у этой... Свой дядя, дядя Валя, в Арханинской области. Вот мы с тетяниной. Вот Тетяна, наверное, в Москве жила. Вот мы с тетя, я со своей сестрой Надей. Это было лет, наверное, 30 назад. Это тетя Тамара в Германии. Лилия, тетя Тамара в Германии. Вот видишь, дядя Валя весь увешан этими... Ночками там, эти, как они называются. Знаете? Так, девчонки, идите, я же вас не поздравила. Идите вот сюда. Не, я приготовила, но сейчас вы собираете, будет скоро. Так, Лили, это ваш кулек, да? Да. Донесете? Лиль? А, Лиль? Да, донесете. Девчонкам вот там, видя, одинаковые фотости. Тебе, коробка, конфеты, чай с новогодней символикой. Это тебе. Ну и всем вам. Так, сюда поставь стеночки. Я вам потом подам, когда обувьтесь, я вам подам. Все, можно обуваться. Ну, как хотите, вы же нас собрались. Давай, не забудь, пожалуйста, планшет ваш. Да, пройдите, получай, оденьтесь, а потом обувьтесь. И будет потом обувь. Хорошо, хорошо. Ну, давайте, одевайтесь, стопер. Так, панама полетела. Что, что? Ничего не трогали. Аккуратно ко мне в сумку клади. Побивай шапочку, эту самую. Кошне. Так. О, такие красивые, такие теплые. Теплые, 2 лек, да? Зимние. Угу. Хорошо. Ну, надеялись, а то я вам спешу, скажу, бабушка не накормила вас. Да, прям так они придут и скажут. Они накормили нас. А сегодня, дедушка, вам сделал лапшу, вашу любимую? Конечно, сделал. Вчера еще сделал. Да, да. Потому что мы сюда пришли обедать. Так, твои, твои, твои эти самые, вот те, да? Курсковы. Вероника, тебе в квартире? Угу. А это Марины? Большие. Какой размер, Марин? У тебя на скорбе, как у меня, да? Какой размер, Маринка, спрашивают? Наверное, 39, может. Вот, Марин, бери курску. Марин, а курска бери свою. Аккуратно. Так, Вероника, а будешь? Вероник, тоже все, да? Той, дочки, и подождешь. Да? Так, маме там ничего не надо? Да, если узенько по очереди выходим. А вот эта чистенькая, отец, если там такой, вот эта чистенькая. Спасибо за все. Еще увидимся, да? Да, седьмой увидимся, все. А, тапки твои рассматривай. А, Марин? А, пожалуйста. Это кто, детенки? А что, так сейчас увидели, да? Красивые. Бабушка Ларис подарила мне. Ну, он симпатичный, в том курке твоей. И тебе тоже цвет твоего костюма. Нет, маме хотел сказать, что это самое. Он такой, и к Марине подходит, и к Веронику. Ну, ладно, давайте отдыхаем. Давайте, все, пока-пока. Пока-пока, давай. Пока. Мы вышли от тетин, и тут встретили маму. Нет, мы идем в Альборос. А, Таша, заказали? Только Марина не хочет с нами идти, заберет с собой дому. Вот, видишь? А, нет, это за вашей ноге-то специально. Знаешь, а Марина говорит, я не хочу с вами идти в магазин. Я пойду тогда домой. Ой, а кто это меня тогда на лифте-то поднимет? Ну, вот, как ты хотела. Там лед. Слушай, где я хотела на Одесской площадке взять, там просто лед. Там невозможно, ни одного ребенка нет. Она берет планшет. Смотри, ей растянись. Скользко везде. Можно сюда планшет, а я тебя не удержу. Ты боишься со мной или с ними давай, Вероника? С ними пойдешь? Да. С ними мне брою. Ты со мной идешь или с ними? С собой. Со мной идешь? Ну, ладно, они ушли. А мы с ней-ка еще зайдем вот в Альборос. И в магазин за чипсами, да? И может, еще что-нибудь вкусненькое. Вот так быстренько у нас Марину забрали. Так, есть повязка, значит, мы наденем, зайдем в Альборос. Кстати говоря, мы в городе Орле, и уже даже здесь успели заказать через Альборос, вот, не косточку. Я косточку простую заказала, не помоги открыть. Ну, она такая простая. Всего лишь за 400 рубликов. Но мне не надо было простую. Еще я к нему заказала украшение, но украшение он только завтра придет. Да, видишь, она такая простенькая вот. Но она будет с украшением. Я ее собираюсь садить 7 января, когда к нам гости придут. Я не буду мерить, я думаю, что она и так хорошенькая. Да? Представляете, как все цивилинно упаковано. Все в коробках. А потому что были жалобы в отзывах, я читала, что все приходит раздолбанное. Ничего себе, это сюрприз. А я переживала, что все порвано и придет. Смотрите, как здорово, все в коробках. Здорово. Очень довольна. Пока не будут открывать, узнаете потом. Вероника увидела скрипыши, какая-то новая коллекция, то ли новая, то ли... Нет, это старая. Ну и старая, но мы ее и собираемся. Вот столько скрипышей мы сегодня внезначально... надыбали. Какая красота. Проще их вот так купить за 20 рублей, чем постоянно по 500 рублей. Таких не существует. Значит, они, наверное, китайские. Да? Не настоящие? Или настоящие? Это редкий вот этот. Хомарин этот, да? Потому что у меня уже есть. Так они что подделка или не подделка? Ну, не знаю. Вот это точно подделка. Потому что есть только прозрачный. А вот остальные... Это надо загуглить и проверить. Я-то не разбираюсь. Приготовлено в микробомотке, как в ресторане. Мама делает эксклюзивную катушечку. Да. Вот это масло подсолнечное. Вот это соль. Это катушка. Сейчас это Марина будет, не знаю, это Ника попробует. Так еще как-то делают на огне или в огне. Ну, это там в духовке. Ну, тут я попробовала метр. Подравенность. Это более быстро. И мы с дедочкой в последнее время делаем. Это очень полезно, главное. Все витамины сохраняются. Поэтому, видите, сколько получается? Отходов практически нет. Хорячо. Так. Сейчас водичку ссорю. Надо водичку, видите, чтобы в микробомотке... Она не расстрескалась водичкой заливать. Ну, у нас свой метод. Там есть метод какой-то в микробомотке. Написанный. Но я уже есть труп, что я забыла. И мы решили сделать так, как мы сами делаем. Должны вести. Где рассыпается, где как. Так. 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 Вообще, по технике надо еще лук. Кто как хочет. Кто очищает, кто не очищает шкурочку. Я привлекла очищать. Но я могу так попробовать. А довесок, кто с чем хочет. Это уже довесок. Вырывает для мамы в основном. А кто хочет, тот берет. Я давно такую рыбу не делала. Раньше не колюбила. Просто обжаренная рыба. То есть, ничего там нет. Помидорку будет, кто? Ну, вообще, масло, картошку надо как-то мазать. Масло. Чтобы было вкусно. Можно вилочкой масло посыпать, слышишь? Так масло-то будет вкуснее. Масло-то будет вкуснее. Масить класс по поеданию картошки. Да, надо всегда маслиться, мачать и соль. Короче говоря, вот как вы сало едите, Ника. Ты берешь сало и все время вы в этой столе ее макаете. Да, здесь так же, кажется, картошкой делают. Берут вот так, смотри. Сейчас тебе покажу. Как соль. Смотри. Мягче-то, кажется. Вот так берешь, макаешь масло, потом соль. Ну, я не хочу вообще. Какой-то открывать или что? Вот так, масло-то, потом соль, чуть-чуть, и потом раз в ротик. Да, главное, соли не переборщить, потому что много соли цепляется к маслу. А то у меня много соли получился. На самом деле я эту картошку ела на даче, в лесу. То есть, когда мало чего такого есть вкусненькое под рукой. И вот такая картошка возраст счастья. Кстати, сейчас мы с тобой же читали, Марина, рассказ. Как называется? Про озеро, что ли? А нет, лук какой, бежевый лук. И там помнишь, как дети ели эту картошку на костре? Они все лучше ели только эту картошку на костре. Какое им было счастье. А вам теперь все подавай. Рыбу вам подавай. И помидорчики. Да, вот так маслица. Потом чуть-чуть совсем. Вот это туда маслом попало. Ника. Лучше сюда себе насыпь. Мам. Вот сюда соли насыпь. Смотри, ты сюда попалась. Мам. Угу. Ну ты набрала. Опять тебе сейчас много соли получится. Вот мне надо много. Вот, смотри, куда я тебе насыпала соли все. Видишь, сюда чуть-чуть. Посмотрите, ты соли. Рыбку попробовала, Вероника? Марин, какая ты можешь кастрюлю? Соленая. Соленая? Вот, ты прям на самый краешей должна прожать. Чуть-чуть, а лучше даже без них. Да, немного попала. Совсем край. Хочешь вообще соленая бери, а только маслицем тоже приятно? Да, лучше соленая бери, а то ты еще не знаешь только. Можно просто маслицем еще. Ты возьму, извините, пальцами. Лишни, перец. А вот у нас Мариночка. Это Марина, ужин. Полюбуйтесь. Мариночка, ты не объешься, я переживаю за тебя. Компотик и булочка. Я больше не хочу. Приятного вам аппетита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова